Колебательный контур. Колебательный контур представляет собой конденсатор емкостью С, соединенный с катушкой индуктивности L. Это колебательная система, в которой возникают электромагнитные колебания, то есть периодические изменения заряда на обкладках конденсатора, тока в контуре, электрического поля в конденсаторе и магнитного поля в катушке. Рассмотрим процессы, происходящие в колебательном контуре в течение одного периода. Пусть в начальный момент времени T малое равно нулю. Заряд на обкладках конденсатора имеет максимальное значение, Q максимальное. При этом напряжение между обкладками также максимально, U максимальное. Ток в контуре отсутствует, I равно нулю. Вся энергия этой колебательной системы сосредоточена внутри конденсатора. Это энергия электрического поля, причем она имеет максимальное значение. Спустя четверть периода конденсатор окажется разряженным, и заряд на его обкладках станет равным нулю. Соответственно, напряжение на конденсаторе также равно нулю. При этом ток в контуре достигает максимального значения, I максимальное. В результате катушка создает магнитное поле с максимальной энергией, в то время как энергия конденсатора равна нулю. Когда напряжение обратится в нуль, ток в цепи должен прекратиться. Однако вследствие самоиндукции ток будет продолжать течь, что вызовет перезарядку конденсатора. К концу половины периода ток уменьшится до нуля. При этом заряд конденсатора и напряжение на нем вновь достигнут амплитудных значений с противоположным знаком минус Q максимальное и минус U максимальное. Вся энергия опять будет сосредоточена в конденсаторе, в то время как энергия магнитного поля катушки станет равной нулю. Спустя три четверти периода ток достигает максимума в противоположном направлении, минус и максимальное. Напряжение на конденсаторе и заряд равны нулю. Энергия магнитного поля достигает наибольшего значения, в то время как энергия электрического поля равна нулю. К концу периода, то есть в момент времени t малое равно t большое, система вернется в первоначальное состояние. Далее этот процесс будет периодически повторяться. Если пренебречь сопротивлением проводов, соединяющих конденсатор и катушку, то контур представляет собой идеализированную колебательную систему, в которой возникают незатухающие электромагнитные колебания. Графическое представление колебаний. Уравнение колебаний. Попытаемся представить графические изменения в контуре заряда, напряжения и силы тока. По вертикальной оси в различных масштабах будем откладывать мгновенные значения силы тока и напряжения и заряда Q. По горизонтальной оси время в долях периода. Из графика видно, что заряд Q в контуре изменяется по косинусоидальному закону, где омега нулевое это собственная частота колебаний в контуре. Поскольку напряжение принимает свои значения одновременно с зарядом, то колебания напряжения тоже должны происходить по закону косинуса. Проверим это. Разделим обе части уравнения 1 на емкость конденсатора С. Так как у это мгновенное значение напряжения, а у максимальная амплитуда напряжения, то получим второе уравнение. Этот же результат виден на графике. Сравнивая уравнения 1 и 2 делаем вывод. Колебания заряда и напряжения в контуре совпадают по фазе. Это синфазные колебания. Внешний вид графика тока говорит о том, что колебания тока не совпадают по фазе с колебаниями заряда и напряжения. Действительно, поскольку производная заряда по времени это ток. И учитывая, что Q максимальная умноженная на омега амплитуда тока, получаем уравнение, которое можно представить следующим образом. Сравнивая полученное уравнение 3 с уравнениями 1 и 2 делаем вывод. Колебания тока опережают колебания заряда и напряжения по фазе на π пополам, то есть на четверть периода. Другими словами, ток принимает свои значения на четверть периода раньше, чем заряд и напряжение. Исходя из приведенных формул частоты, период свободных колебаний рассчитывается по формуле Томпсона. Переменный ток. При вращении рамки площадью S в магнитном поле с индукцией B с угловой скоростью омега, магнитный поток F меняется по закону, который можно представить двумя уравнениями. Поскольку ЭДС индукции есть производная магнитного потока, мы получим уравнение колебаний ЭДС, где Е мгновенное значение ЭДС, Е максимальная амплитуда ЭДС, а омега частота вынужденных колебаний. Тогда уравнение колебаний выглядит так. Разделим левую и правую части уравнения на сопротивление контура R. В полученном уравнении И это мгновенный ток, а И максимальная амплитуда тока. Тогда уравнение колебаний тока имеет вид. Следовательно, переменный ток это вынужденные электромагнитные колебания. Активная нагрузка в цепи переменного тока. Рассмотрим цепь, содержащую резистор R, который превращает энергию переменного тока в тепловую энергию. Такая нагрузка считается активной. Колебания тока и напряжения в такой цепи происходят в одинаковой фазе. Это легко увидеть на графике. Закон Ома для такой цепи имеет вид, где И для мгновенных значений, а И максимальная для амплитудных значений. Важное значение также имеют действующие или эффективные значения тока и напряжения. Конденсатор в цепи переменного тока. Конденсатор, включенный в цепь переменного тока, представляет в ней емкостную нагрузку. Колебания напряжения в такой цепи происходят по косинусоидальному закону, где У максимальная амплитуда напряжения на конденсаторе. Колебания тока не совпадают по фазе с колебанием напряжения. Ток опережает напряжение по фазе на четверть периода, то есть на пи пополам. Закон Ома, записанный, например, для амплитудных значений, имеет вид, где ХС – это емкостное сопротивление, то есть сопротивление конденсатора переменному току. Индуктивность в цепи переменного тока. Катушка, обладающая индуктивностью L, представляет в цепи переменного тока индуктивную нагрузку. Если напряжение в такой цепи, так же, как и в предыдущих случаях изменяется по косинусоидальному закону, то колебания тока отстают по фазе от колебаний напряжения на четверть периода. Закон Ома для такой цепи имеет вид, где ХЛ – это индуктивное сопротивление. Сопротивление катушки переменному току. Закон Ома для цепи переменного тока. Рассмотрим цепь переменного тока, содержащую смешанную нагрузку, соединенную последовательно, резистор с сопротивлением R, конденсатор емкостью C, катушку индуктивностью L. Полное сопротивление такой цепи определяется выражением, которое можно записать иначе. Тогда закон Ома, применительно к этой цепи, имеет один вид для мгновенных значений тока и напряжения и другой вид для амплитудных значений этих величин. Следует отметить, что разность между индуктивным и емкостным сопротивлением называется реактивным сопротивлением. Если реактивное сопротивление равно нулю, в цепи возникает резонанс, то есть резкое увеличение амплитуды тока, а это возможно при условии равенства индуктивного и емкостного сопротивлений, которые можно записать иначе. Трансформатор. По многим причинам переменное напряжение надо повышать или понижать. Для этой цели применяются специальные электротехнические устройства – трансформаторы. Простейший трансформатор представляет собой стальной сердечник, собранный из пластин магнита мягкой стали, на которой надеты две катушки с проволочными обмотками. Первичная обмотка с числом витков Н1 и вторичная обмотка с числом витков Н2. Если первичную обмотку подключить к источнику переменного напряжения У1, то переменный ток в ней ИХ, ток холостого хода, создает в сердечнике переменный магнитный поток F1, который по закону электромагнитной индукции создает ЭДС индукции в каждой обмотке Е1 и Е2. Причем каждая из этих ЭДС численно приблизительно равна напряжению на соответствующей обмотке. Если вторичная обмотка разомкнута, режим холостого хода, то тока в ней не возникает. Отношение называется коэффициентом трансформации. Если R больше единицы, то трансформатор понижающий. Если R меньше единицы, то трансформатор повышающий. Замкнем вторичную обмотку трансформатора на нагрузку сопротивлением РН. Это приведет к возникновению в этой обмотке тока И2. Магнитный поток F2, созданный этим током по правилу Ленца, будет направлен против магнитного потока F1 первичной обмотки. При этом поток F1 ослабевает. Но так как напряжение У1 на первичной обмотке не может понизиться, то появляется дополнительный поток F3, сонаправленный с потоком первичной обмотки и компенсирующий его убыль. Вследствие этого в первичной обмотке происходит увеличение тока. При этом трансформатор начинает активно потреблять энергию из сети. Мощность, потребляемая первичной обмоткой, приблизительно равна мощности расходуемой вторичной обмоткой. Отсюда следует равенство. То есть, повышая или понижая напряжение, трансформатор уменьшает или увеличивает ток. Электромагнитные волны. Предположим, что заряд Q совершает колебания с большой частотой в вертикально расположенном проводнике. Тогда электрическое поле E вблизи заряда начнет периодически меняться с этой частотой. Переменное электрическое поле E порождает переменное же магнитное поле B. Изменение этого поля вызовет появление переменного электрического поля E1. Оно в свою очередь создает переменное магнитное поле B1. И так далее. В окружающем пространстве, захватывая все большие и большие области, возникает система взаимно перпендикулярных, периодически изменяющихся электрических и магнитных полей. Образуется электромагнитная волна, бегущая по всем направлениям от колеблющегося заряда, скорость которой в вакууме равна 300 тысячам километров в секунду. На этом рисунке условно изображена электромагнитная волна, являющаяся поперечной. Колебания векторов E и B совпадают по фазе. Расстояние между любыми ближайшими точками, в которых колебания происходят в одинаковой фазе, равно длине волны. Длина волны лямбда связана с частотой ν и скоростью волны v отношением лямбда равно v деленное на ν. Учитывая, что частота обратно периоду t, формулу можно записать так. Лямбда равно v умноженное на t. Следует отметить, что при переходе волны из одной среды в другую изменяется скорость и длина волны, а ее частота и период не меняются.